Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 7. Выполняем действия, а затем сравниваем выражения в каждой строке. Чем похожи данные выражения, чем различаются, и зависит ли значение выражений от порядка выполнения действий. 70 прибавить 30, умноженное на 9, минус 5. Сначала мы 30 умножаем на 9, так как сначала выполняем умножение или деление. Получается 270. Затем прибавляем 70, получаем 340, и от 340 отнимаем 5. Ответ 335. Второе выражение. 560 минус 240 разделить на 8 плюс 4. В данном выражении сначала выполняем деление. 240 делим на 8, получаем 30. 30 отнимаем от 560, получаем 530, а затем прибавляем 4. В ответе 534. Следующее выражение. Выполняем действия в скобках. К 70 прибавляем 30, будет 100. Затем 100 умножаем на 9, получаем 900. И третьим действием отнимаем 5. Ответ 895. Следующее выражение. 560 минус 240, деленное на 8 плюс 4. В скобках у нас получается 12. 240 мы делим на 12. У нас получается 20. А теперь от 560 отнимем 20, мы получим 540. В следующем выражении также выполняем сначала действия в скобках. От 9 отнимаем 5, будет 4. Затем 4 умножаем на 30, получим 120. И только затем прибавим 70. Итого у нас получилось 190. В третьем выражении, выражении со скобками, мы сначала выполняем выражение в скобках. От 560 отнимаем 240. В ответе будет 320. Теперь 320 мы разделим на 8. Получается 40. Х 40 прибавив 4, получаем 44. В каждой строке, первый и во второй, мы видим, что примеры состоят из одинаковых чисел. Но порядок выполнения действий у них разный. Именно поэтому и результат у данных выражений разный. Рассмотрим первую строку. Мы видим те же числа, те же знаки арифметических действий. Но в первом случае мы 30 умножали на 90, а во втором случае мы выполняли действия в скобках. Мы к 70 прибавляли 30. Поэтому результаты получились абсолютно разные. В третьем действии у нас скобки переместились в конец примера. Также результат получился разный. И во второй строке такая же картина. Сначала было выражение без скобок. Мы выполняли деление. Затем скобки находились в конце выражения. Поэтому мы сначала делали действия в скобках. А в третьем выражении скобки переместились в начало выражения. Ответы у выражения везде получились разные. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.